Добрый вечер, дорогие друзья! Правда, очень приятно видеть такой замечательный зал. Полный зал. Нам очень приятно. Мы уже в Австралии уже сколько дней. Честно говоря, точно я не... Ну, такое ощущение, что месяц, да. Точно я не подсчитывал, но я уже люблю Виджимайт, скажем так, к примеру, да? Вот. Я единственное не разобрался, у меня, так сказать, разные такие сведения. Я не понимаю, Мельбурн лучше Сиднее или Сиднее лучше Мельбурна? Здесь разноголосится. Мне вот кажется... Ну, ладно. Не, ну, Мельбурн лучше, конечно. Сиднее лучше. Тут, правда, ребята приехали из Сиднее, поэтому я сделал такую некоторую паузу, сомнения якобы некоторые, понимаете? Ну, ладно, в любом случае. Братцы, у вас замечательно, спасибо вам огромное, чудесные люди, чудесная страна. Сегодняшняя программа наша абсолютно свободная, то есть мы для себя, конечно, написали список песен, которые мы хотели бы исполнить, но на нашем концерте всегда пишутся записки, всегда заказываются, я знаю, что есть люди, которые не только слышали какие-то песни, что очень приятно, но еще приятнее, еще даже любят некоторые из наших песен, поэтому, если что-то любите, пришлите нам записки, пишите на билетах, на купюрах, я не знаю, там, ну, что есть под рукой, так сказать, ну, как в ресторане заказывают, ну, вы же понимаете. Я шучу, шучу, а то некоторые за чистую монету принимают. Вот, и если у вас вдруг какие-то вопросы к нам, не просто заказы песен, а вопросы, это тоже очень приветствуется, потому что это будет ощущение, как это говорится, авторского вечера, творческой встречи со зрителями. И начнем, пожалуй, мы с той же песни, с которой начали в Сиднее, несмотря на то, что Мельбурн лучше Сиднее, но мы начнем с той же самой песни. Сиднейские засвистели. Я потом скажу, потом. Начнем мы с той же песни, называется она «Мы поедем на природу», потому что очень интересно, отъезжая, значит, выезжая там, два часа проведя в машине, когда говоришь, что за станция такая, Балагой или Ямская, а тебе говорят, это еще, это Мельбурн, говорят, да. Вот эти поля, букалические пейзажи, а говорят, это Мельбурн. Ребята, вы живете в большой, красивой, комфортабельной деревне. Называйте это городом, это прекрасно, братцы, это прекрасно. Поэтому мы и начнем с той же самой песни. Называется она «Мы поедем на природу», но это мои впечатления от того, когда я уехал из своей деревни, настоящей деревни, со всеми ее деревенскими прибамбасами, когда я уехал в Москву, и вот это, так сказать, тоска по природе. «Мы поедем на природу», называется эта песня. Мы поедем на природу, в край непуганных коров, нездоровые уроды, жертвы грязных городов. Чем лечить себя калеку, надо только на денек, просто сунуть морду в реку и дышать через пупок. Мы торгаши, мастеровые, бизнесмены и доктора, разночинцы, удалые пьянь господня, фраера. Мы любители порока, мы в местилище греха, но мы ж хотим припасть к истокам, а не просто забухать. Нам надо на травку, нам надо в лесочек, потрогать козявку, понюхать цветочек. По маленькой жахнем, эх, да в реченьку чухнем, иначе зачахнем, иначе протухнем, иначе кранты. Мы покинем торопливо наши злые города, там политиков болтливых бродят тучные стада, там нас доллар жизни учит, там в Кремле отец не спит, телевизор однозвучный, утомительно гремит. Где-то делят дивиденды, а у нашего костра Вкруг сидят интеллигенты, девки пляшут до утра, и дерматовенеролог, обнявшись молодой княжной, назначает ей уколы, сам веселый и хмельной. Нам надо на речку, поближе к водичке, глухое местечко, где райские птички, русалки шальные, в объятиях задушат, а мы старперы больны. Опозоримся, слушай, то аденома, то подагра прошла младенческая прыть. О, дайте, дайте нам Виагру, мы свой позор сумеем искупить. На природе даже трезвый вдруг захочешь ты летать, всех любить, как мать Тереза, нищим хлебца подавать. Босиком пройдясь по лугу, ваш приятель скажет вдруг, что ж, Лаэрт, простим друг другу, хоть ты мне должен десять штук. Там к нам выйдет из берлоги матерящийся старик, то ли фаван козлоногий, то ли выпьем шелезник. Там трубят единороги, там живут лесные боги, там не платятся налоги, а просто жарится шашлык. Нам надо бы в рощу, нам надо бы в кущу, где жизнь попроще, а зелень погуще. Погладить зверушку, залезть на сосенку и спать на опушке, как три поросенка, иначе кранты. И придет успокоенье над землей темным-темно, словно миросотворенье. Еще не завершено, небо нам звезду подарит, на лету ее поймаем, а потом цинично сварим и сожрем, и засияем. Нам надо куда-то, где тихо и чисто, куда не ступали ботинки туриста, устроим фиесту в незагаженном рае. Да где же это место? Гринпис его знает. Следующая песня, пока нет специальных заказов, следующая песня, я ее хочу исполнить. Называется она, тоже старенькая, называется она «Баллада о ночном свистуне». И требует... Спасибо, я понял, можно не петь, просто называть и нормально. Она требует буквально пары слов вступления, чтобы было понятно. Дело в том, что я много лет, как я уже говорил, я прожил на природе. поселок Нижний Архыз, в Карачаево-Черкесии, там стоит Зеленчугская обсерватория, огромное шестиметровое зеркало и радиотелескоп там большой. В общем, такой научный академгородок. И там стоят в ущелье, значит, четыре многоэтажных дома, и там живут замечательные люди, которые работают на телескопе и обслуживающий персонал. В общем, такой академгородок называется. И в этом академгородке я прожил, 12 лет я прожил, и баллада о ночном свистуне посвящается одному молодому человеку, который приходил к нам под окна, это было, как правило, ночной порою, и громко свистел. Свистел всю ночь, совершенно абсолютно непонятно. Мы не понимали, в чем дело, пытались поймать, как-то не получалось. То есть, никто не спал, все, так сказать, слушали его свист, а в горах все, акустика ведь чудесная. И потом выяснилось, что, значит, это молодой человек, он был, не просто молодой человек, это влюбленный, влюбленный человек, который ходил и мою соседку, значит, вызывал таким образом на свидание. То есть, он придет, свистнет, она спустится. Иногда она уезжала к бабушке в Зеленчускую, но он то ли не знал, то ли, знаете, влюбленный народ такой, может и знал, что уехала. Ну, а вдруг, знаете, от безнадежности стоит и свистит, вы понимаете, под окнами. Всю ночь. Это жутко. Вот я написал, все не спали, весь поселок не спал, в том числе и я. Но я использовал, так сказать, бессонницу и написал песню, которая называется «Баллада о ночном свистуне». Сейчас я вам ее спою и расскажу, наверное, чем закончилось это дело. Баллада о ночном свистуне. Свистуне. Свистит, свистит, зараза, под окошком, ну нету любки, что ж ты, тварь, свистишь? Свежо, в потьмах свалилась с крыши кошка, деревья гнутся, да шумит камыш. А что эта ночь зловещая такая? Блуждают на погости огоньки. В такую ночь обычно самураи канают на границу у реки. Трубу прорвало, из подвала пахнет гнилью, свистит влюбленный третий час подряд. В такую ночь, чтоб сказку сделать былью, был зимний на гоп-стоп родовою взят, жужит в стакане, пьяненькая муха. Я соль рассыпал, видно быть беде. В такую ночь Ван Гог отрезал ухо, а грозный треснул сына по балде. Пошла муха на базар и купила самовар. Приходите, черти, я вас пивом угощу. Черт заглянет, она часок, он ни низк, ни высок. Здравствуй, паранойя, я твой тонкий колосок. Бурчит с экрана, футуролог злобный, увы, вам люди бьют уже часы. Смесь Иоанна, Нострадамуса и Глобы, апокалипсисом пугает сукин сын. Мол, падет звезда полынь, грядет разруха, и брату брата уведет жену и пятачок. Зарежет Винни-Пуха конец эпохи, все пойдем ко дну. Вот так живешь, гребешь деньгу лопатой, тут трубный зов и все коту под хвост. Мол, страшный суд, звоните адвокату с вещичками на выход в полный рост. А это все свести на гульках твоя Люба, убогий жребий брошенных мужчин. Что он Гикубе, что ему Гикуба, пошел бы лучше, выдавил прыщи. Баю, баюшки, бою, спать ложись, мать твою. Хочешь, милый мальчик, я тебе песенку спою. Завтра будет день опять, ночью, мальчик, надо спать. Приходи к нам, Фредди Крюгер, нашу детку покачать. Печаль светла, но нет императива. Чего свестишь, уже написан капитал. Швырять столы в окно, конечно, некрасиво, но я швырну так, чтобы наповал. Луна желтушная, измучена циррозом, свинкует на трубе архангел Гавриил. А выше Бог, терзаемый вопросом, какого черта он все это сотворил. Искажено пространство, место, время. Бомжей в подъезде примешь за волхвом. Шалом, алейхи, как погода в Вифлееме, что нужно вам в стране бессонных свистунов. Но с кем вы мастера ночного свиста? Какая пуля остановит вас? Пойду голосовать за коммунистов. При них хоть ночью будет, при них хоть ночью будет, при них хоть ночью будет. в комендантский час. Здравствуйте, Тимур. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, вот ваши песни, как они рождаются, как вы стечняете? Это плод тяжелого, кропотливого труда? или это какой-то вот такой вспышка вдохновения? Или это все вместе? Скажите вы. Я могу сказать, что это вспышка, вдохновение, что сядешь и открываешь чакры из космоса, или диктуют, или как Пушкин, как почитаешь, как он встанет, еще не встанет, в кровать, он же встал в постели, еще до еды, лежит, и у него все... Я немножко туповат, поэтому вот в этом смысле я иногда пишу долго, у меня как бы не получается, я сижу там, бросаю это дело, через день возвращаюсь, через два, и в течение, может быть, месяца у меня написано, может быть, напишется песня. Вы можете писать одновременно несколько песен? Нет, одновременно нет. Одновременно нет, скорее всего, это одна. Но беда в том, что я не могу каждый день писать. И на работе у меня каждый день выдавалось там какой-то час, полтора времени. Вы имеете в виду на вашу врачебную работу? Заканчивался прием в поликлинике, там, прежде чем идти к больным в отделение, у меня там было какие-то полчаса. Потом, когда ночные дежурства, у меня было два, три, четыре, пять часов. То есть, ну... Вы могли себе? Да, тогда я мог писать регулярно. Сейчас, когда я стал, так сказать, профессиональным, как это называется, бандом, хотя я это не сильно считаю, профессией, вот у меня была профессия, врач. Все уважали, да, сейчас свистулька макаронная поешь там по сцене. Но зато, кому оно надо? Нет, но зато какая-то популярность. Популярность не соизмерима. Всемирная популярность. Не соизмерим. Всемирная популярность. Хотя тогда я делал прям настоящее дело. Черткий. Ну подождите, еще не вечер, может вы еще к этому вернетесь когда-нибудь. У меня был друг океанолог, он занимался там, а потом он стал астрологом. Он говорил, господи, когда я делал, серьезно, никому я не был нужен. А теперь я делал. Просто стал популярен. Ну это логично. Скажите, пожалуйста, вот стихи, я буду называть стихами, упорно это, и музыка. Тексты, песен. Ну хорошо, тексты, песен. И музыкальное сопровождение. И музыкальное сопровождение. Создается одновременно что-то в начале, что-то затем, или что чем движет? Это бывает по-разному. Это бывает, конечно, как правило, там 80% случаев это, конечно, тексты, которые сначала где-то в голове варятся. Зачастую, конечно, параллельно ты уже ищешь, вот ты нашел размер хорошей строки, параллельно ищешь музыкальное. Музыкальное, да. И хорошо, когда это делается вместе, параллельно. Тогда это замечательно. Иногда бывает, ты напишешь текст и очень долго мучаешься, как его музыкальное. Как его музыкальное. Потому что, если бы у меня было три куплета, четыре куплета, там, «Ой, мороз, мороз», да, «Не мороз, меня», можно сделать витиеватую мелодию, и оно там очень протяжно ее петь. Но когда у тебя 22 куплета, и надо витиеватую мелодию, 22 куплета ты не споешь. Просто устанешь сам, и зрители просто обалдеют. Поэтому, поэтому здесь ходишь по лезвию ножа, тебе надо, так сказать, и чтобы это было не банально, чтобы это не было там, три анкорда, и в то же время, чтобы, чтобы ты мог уместить 22 куплета. Самое для меня сложное, это связь текста. Сейчас обязательную песню еще одну исполню, которая не то, что обязательная, но хочется спеть, потому что она, как бы это сказать, доживает последние дни, хотя это неправильно. Ее можно петь, конечно, и при новом президенте Российской Федерации, но хотелось бы допеть ее при старом, при номинальном, или как это сказать, да, ну ладно. Дело вот в чем, эта песня называется «Случай в Кремле», посвящается она, не то, что посвящается, но Дмитрий Анатольевич Медведев есть такой у нас политик, он президент наш, ну, президент наш, да, ну, вы понимаете, да, ну, человек хороший, хороший, почему я написал эту песню, потому что действительно мне, я питал некие либеральные надежды, на что единственный, значит, скептик наш до мозга и костей Виктор Шендорович всегда хмыкал, потому что когда я говорил, что Дмитрий Анатольевич Медведев, это наша либеральная надежда, ну, мы же думали, понимаете, что пришел молодой, он моего возраста, глаза у него добрые, вы понимаете, вдруг приходит руководитель с добрыми глазами, вы понимаете, это же, ну, с умными, наверное, где-то так, умные, добрые, не столько умные, сколько добрые, хотя он, надо сказать, что очень образованный человек, заканчивал знаменитый, значит, этот юридический факультет, на котором учились лучшие люди сейчас нашей страны, которые у нас есть, вообще все там учились, все трое, которые лучшие у нас, все там учились, и я на него надеялся, вы понимаете, я специально для того, чтобы добавить ему харизмы, которой у него не было никогда, и так вот до конца, и я не добавил, ты понимаешь, не жалко, он мог бы, что-то достичь мог бы, если бы не занимался чем-нибудь, стал бы человеком, в конце концов, ну, вот так получилось, стал тем, кем стал. А у меня теория, чтобы политик стал харизматичным, про него же народ должен слагать песни, Ленин и печник, вы понимаете, это насколько же вот народ любит, чтобы слагать такие вещи, как Ленин и печник. Вот я своего печника написал, чтобы Дмитрию Анатольевичу, так сказать, помянем добрым словом. Интересно, в этой песне нет упоминания, ни фамилии, ничего, и вот мне интересно все-таки, вот по ощущениям, как она будет звучать при новом президенте, потому что... Ну, ладно. Итак, песня называется «Случай в Кремле». Это «Быль» под заголовок «Почти по Гоголю». Догадал же черт родиться мне в семье интеллигентов, жалость со страданий впитал я с молоком. Вы будете смеяться, мне так жалко президента, работа-то собачья, нет сочувствия ни в ком. А власть, шо власть, химера, цена ей три копейки, ведь пашешь, как верболет, ведь пашешь, как галерный раб. И не выйти прогуляться, и не выпить на скамейке, с мужиками не гульнуть, не говоря про баб. Торчишь на страже мира, демократии прогресса, теряешь зубы, волосы и нервы на нуле. Молчат правозащитники и западная пресса, а он, как кузник совести, сидит в своем Кремле. Хоть и не было никогда я диссидентом, а тут решил молчать нехорошо. Я смастерил плакат свободу президенту и с ним на площадь красную пришел и встал. Встал аккуратно против спаской башни, прекрасный, словно Мартин Людергинг. Не то, чтоб я дурной, не то, чтоб я бесстрашный, ну, жалко ж человека, мужики. Страна у нас казенная, подходит сразу мент и зыркает глазенками и просит документ. Старания ментовского, сверх меры у него. Я вроде не похож на Ходорковского, но мало ли чего. Тарарурач-тач-тач, комендатура. Действительно, а мало ли чего. Берут меня опричники и прямо в Кремль заводят, но, думаю, на дыбу все, допрыгался бунтарь. Но вроде не в подвал ведут, ведут в хоромы вроде, и ахнуть не успел передо мною, ё-моё, государь. Здорово, молвил удалец, обнял меня за плечи. Ты прав, не просто быть главой всея моя Руси. Я тут несу огонь, как Прометей, а все клюют мне печень. И заступился ты один, теперь шо хош, проси. Хошь министром, будешь или генералом, или послом в одной из теплых стран. А хочешь, говорит, подарю именье за Уралом, к нему еще три тысячи душ крестьян. Та-ра-ру-рач-та-ч-та-ч, номенклатура. И денег там прям сколько унесешь. Я говорю, мне не нужны лампасы, даже лычки. Именье тоже ни к чему, и власть мне не нужна. Вот ежели б моей жене Такие ж черевички, а? Какие носит ваша Достославная жена? Он улыбнулся, говорит, нет. Супруга заругает. Бери мои, а что, Илья не я с всея Руси. Гляжу, снимает туфель он, Гляжу, второй снимает. И говорит, от всей души, Что я мог сказать? Та-ра-ру-рач-та-ч-та-ч, Номенклатура. Он вышел провожать меня в носках. Я сейчас, как эти туфли надеваю, С ним чувствую кармическую связь. Все мысли о стране Сижу, переживаю, А как сниму их, Так на все накласть. Жаль, размерчик маловато, Я в них хромаю. Звонили из музея, Мол, продай их. А я сыну их отдам, Пусть носит, не снимает, Вдруг станет человеком, Раздолбай. В Кремле всю ночь Горит, горит окошко, Отдохнул бы, что ли, Хоть немножко. АПЛОДИСМЕНТЫ